Ивановец Максим Власов получил приглашение на кастинг проекта первого канала «Голос. Дети. Пятый сезон». Недавно мальчик вернулся из Москвы. Прослушивание проходило в Останкино. Его участниками оказались несколько тысяч детей со всей страны. Кастинг шел пять дней. Я попала во второй день кастинга, и он для меня длился часов шесть. Потому что мы заходили, нас прослушивали. Потом мы ждали результаты. Если ты понравился, то они тебя загоняют еще на один круг и прослушивают еще раз, что случилось со мной. Я им, видно, понравился очень сильно, поэтому они меня поссали на второй круг. Там я еще раз отпел. И, в общем, мной были очень довольны. На этот раз прослушивание Максима проходило в присутствии Юрия Аксюта, музыкального продюсера проекта «Голос». Годом ранее Максим участвовал в телешоу «Синяя птица». Как тогда, так и сейчас подать заявку для участия в проекте ему посоветовал педагог городского дворца детского и юношеского творчества Ирина Полякова. По ее мнению, любовь и индивидуальный подход к каждому ребенку – залог успеха в этом деле. Все дети разные, у всех разный характер. На кого-то, может быть, действует и более такое веское слово, для кого-то наоборот. В свою очередь, конечно, педагог еще должен быть и психологом, чтобы разглядеть в ребенке его данные, способности, направить его в нужное русло. А несколько лет назад, в 2014 году, участником самого первого проекта «Голос» стал 13-летний Ивановец Гранд Меликян. И сейчас Гранд много внимания уделяет занятиям вокалом. Он мечтает связать свою жизнь с музыкой. Наставником Гранда в проекте был Максим Фадеев. Это шоу стало одной из самых ярких страниц в жизни мальчика. Мы объединились с большой семьей команды Максима Фадеева, продюсерского центра Максима Фадеева. И поехали в тур, гастрольный тур по России. Мы побывали вообще в абсолютно, мне кажется, в всех городах, начиная с Сочи, заканчивая Камчаткой. У нас были насыщенные достаточно концерты по Дальнему Востоку. В детстве я многому научился. Этот год для Гранда решающий. Он заканчивает 11 класс и должен определиться с планами на будущее. По мнению педагога Натальи Щербининой, у него есть все шансы стать хорошим музыкантом. К каждому выступлению Гранд относится очень ответственно. У него каждый раз большое желание отдать. Вот эта отдача, вот этот талант, умение, так сказать, актерский передать, сделать как можно лучше свое сочинение, в котором он выступает в данный момент, вот это, наверное, самое главное. И этому уже не научишь. Это природа, это божий дар. Окончательные итоги кастинга «Голос. Дети» станут известны через неделю. Ожидается, что новый телепроект выйдет на экраны в феврале следующего года. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.